Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Milwar Idol, и я наконец-то докачал все боевые навыки за 99 уровень, некоторые тут уже потихонечку, потихонечку к 120, к максимальному уровню приближаются, молитва, уже 115 уровень, на 118 последняя молитва открывается, интересно будет на неё посмотреть, здоровье 110, силы 110, ну это да, здоровье качается в любом случае во время боя, а сила это, потому что я в основном двуручными мечами или вот сейчас стариной роном пользоваться начал интенсивно для фарма, но к этому мы ещё вернёмся, тут хотелось бы потихоньку переходить уже конечно же к крафту, к крафту говорю, к прокачке крафтовых навыков, не боевых навыков, чтобы их тоже до 99 докачать побыстрее и купить себе плащ мастера на все руки, который объединит все эффекты всех плащей, которые на 99 уровне покупаются, и это было бы весьма полезно во многих ситуациях, но я наверное всё же ещё немного подожду и ещё немного боёвкой позанимаюсь, для того чтобы как можно больше заданий в городе выполнить, прежде чем мы поломаем в ловкости препятствия, которые дают нам бонусы к боёвке, да, и построим препятствия, которые дают нам бонусы к прокачке небоевых навыков. И потом, наверное, в первую очередь опять же будем качать те навыки, которые позволят нам как можно быстрее выполнить нужное количество заданий. Нам нужно ещё выполнить 8, не 8, 13 заданий, да, 95 заданий нам нужно выполнить, чтобы мы могли купить жетончики в магазине, которые от города идут, жетончики, которые позволят улучшить все вот эти сеты объединить в один, один сет, который позволит, ну, даст бонусы к прокачке всех-всех-всех навыков, это тоже будет очень удобно, не нужно будет с миллионом сетов заморачиваться, я тут немножко в банке начал порядок наводить, купил все, все слотики, больше игра не даёт, зараза, купить именно закладок в банк. Тут, по-моему, сколько у нас? 22 слотика, это максимум, к сожалению. Я думал, можно покупать больше будет, тут как-то странно так, 22, странное число, ну, короче, да. Было бы, мне ещё вот не хватает, не знаю, десятка слотиков, чтобы прям вообще по полочкам всё разложить, было бы прям кайфово. Но пока что, да, некоторые вкладки примерно вот так вот выглядят, особенно, ну, тут то, о чём я говорил, да, вот эти вот все шмотки, их огромное количество, и это у меня ещё далеко не все куплены, куплены только последние, которые я там навыки последние пользовался, да, более-менее, там ещё куча шмоток именно для прокачки навыков надо купить будет. Вот, и это не очень удобно, да. Но у меня ещё один слотик есть свободный на самом деле, вот этот, это должно сюда идти. Тут ещё, да, старые вещи, которые раньше падали в одни слотики, сейчас падают в другие слотики, после того, как я всё переназначил, докупив больше слотов. Ну, тут у нас всё, в принципе, как и было раньше, да, здесь надо, ну, ещё иконки будет подправить на более красивые. Тут у нас идут, идёт экипировка для бойца, здесь для лучника, здесь для мага, здесь всякое разное, не туда, не сюда, и то, что на всех, во всех билдах используется, и плюс шмотки для прокачки. Ну, а дальше по профессиям. У нас дерево, и я сюда добавил разведение костра, потому что там, ну, всего пара предметов буквально в разведении костра. Дальше рыбалка, всё, что с рыбалкой тут связано, и некоторые шмотки тоже именно конкретно на рыбалку. Я сначала начал ещё раскидывать сюда шмотки вот эти, да, вот на рыбалку шмотки здесь лежали, но потом подумал, всё равно мы все эти шмотки объединим в одну для всех навыков, поэтому не стал дальше раскидывать. Вот. Плащи ещё, я тоже думаю, ну, мы тоже плащи все объединим, нам тоже они, в принципе, не надо в каждом отдельном слотике. А вот конкретные предметы, которые дают бонусы конкретно к рыбалке, они у нас, ну, и к другим навыкам, да, они конкретно в этих вкладках лежат. Потом кулинария. Дальше у нас горное дело, кузнечество, это крафт, изготовление стрел и ремесло. Вот эти два навыка здесь у нас все вместе. Дальше изготовление арун, и трава должна сюда пойти. Тут чисто зелья. Зелья отдельно, потому что их очень много. Я не захотел смешивать их в одну вкладку вместе с именно травами и всякими прочими ингредиентами для зелий, потому что их тоже довольно много. Тут семена все вподряд и инструменты для фермерства. Плащик, да, вот тут для фермерства лежит, ну, и тут тоже, да. Плащи еще лежат по этим, по вкладкам некоторые. Это, понятное дело, для призыва. Это пустая закладка, пока не придумал, что тут просто тоже, да, если вот поразделять некоторые вещи, некоторые там, например, по, да, вот тут изготовление стрел отдельно сделать, и отдельно там для ремесла закладку. Как бы можно, да, но тут хотелось бы тогда и разделить, может быть, и рубку дерева, и там пару предметов для этого выделить отдельно в слотик. Вот реально, чтобы можно было поразделять, не хватает еще слотиков, чтобы прям совсем красиво и хорошо все было, чтобы такая стандартная сортировочная система получилась. А так приходится все пока скидывать. Ну, один я еще подумаю, мы потом дальше, может, что-нибудь в него добавим. Здесь шмотки для призыва лежат в основном все. Это археология и картография тут тоже вперемешку, и то, и другое. Здесь шмотки для нечестивых молитв, да, нечестивые шмотки, их тоже довольно много будет, мы пока просто выбили только вот одну пока что, да. Здесь лежат всякие штуки, которые я в процессе собираю, да, и которые там, типа сундуки, там, и всякое такое, некоторые ингредиенты, которые тоже нам для крафтов некоторых нужны для объединения. Вот, например, вот эти штуки, которые мы в прошлой серии начали. Мы за прошлую серию так ни одну из этих штук не выбили, но я хорошенько тут покопал, да, и придется еще хорошенько покопать, потому что нужно сто вот этих вот фрагментов для того, чтобы собрать из них полностью оружие, да. Из фрагментов ударной волны мы собираем арбалет, хороший весьма арбалет. Дальше из фрагментов песни океана мы посох собираем магический, тоже весьма неплохой. И из фрагментов гребня волны у нас одноручный меч идет. Одноручный, который вызывает цунами. Одноручного оружия у меня нормального нет, да, у нас старые эти когти одноручные. И все, пока. Дальше у нас большая закладка тоже с расходуемыми предметами, тут далеко еще не все. Ну и в принципе все. В целом, ну и первая закладка, понятно, для всякого разного барахла, для нового и там всякого. Вот. Только вот один слотик я пока не придумал, что лучше для него назначить. Ну и ладно, потом когда-нибудь придумаю еще. И все это я к чему? К тому, что да, мне хочется все вот эти вот, все предметы, все эти наборы экипировки для прокачки навыков объединить в один. Для этого нам надо выполнить 95 заданий. И я потихоньку начал их выполнять вне записи. И давайте посмотрим, что у нас тут. Тут ничего, я понял. Дофармил адских плащей. Это задание вместе с элитным заданием на 500 малксов, которые идут из этого самого. У нас малксов много всяких разных. Один в вулканической пещере, как раз я сейчас его фармлю. А второй в... Сейчас после прата будет малкс, который... Который хранитель Мелвара. А в адской цитадели у нас сидит малкс, который лидер драконов. Ну и 500 лидеров драконов этих я уже грохнул. Это было намного быстрее, чем с данжами богов. Потому что попроще этот данжик. Вот. И давайте мы сейчас еще тоже вот это задание сдадим. Получим 4 адских когтя. Которые нам, в принципе, нафиг не надо. Ну ладно. Здесь... Да, собрал по одному фрагменту всех. В основном я фармил только фрагменты ударной волны. Ну потому что оружие ближнего боя у меня хорошее есть. Двуручное, но хорошее. Посохи не так, в принципе, важны. Или там волшебные палочки. То есть магическое какое-то оружие не так важно. Потому что я в основном пока что пользуюсь древними заклинаниями. И там по барабану какое у тебя оружие. Ну чем быстрее, чем больше урона, но экономит тем лучше. А вот там какой-то урон не важен, потому что урон, бонусы к урону не действуют на древнюю магию. Или, например, какие-то спецэффекты, которые есть у оружия, они тоже, по-моему, не действуют на древнюю магию. Поэтому, ну, короче, нам без разницы. То есть самое полезное это арбалет. Потому что нормального арбалета у меня, в принципе, нет. Какого-то такого прям, ух, как вот наподобие этого двуручного меча, да? Ну, нету. Хорошо, это задание мы тоже завершили. Теперь у нас есть задание на 500 великих драконов зла. Которое, в принципе, выполнимо, мне кажется. Есть, вот тут, конечно, побольше, гораздо побольше противников. И это гораздо дольше, наверное, будет. Но тут целых 5 миллионов очков убийцы дают. Это тоже задание. Можно в АФК полностью фармить. В одном сете это вообще без проблем. Но проблема просто в том, что довольно долго этим придется заниматься. Это на дня 3. Может быть, даже больше. Не знаю. Мне что-то кажется. Дальше нефрит пока я не находил, поэтому 200 этих великих драконов нет смысла особо бить. Но мы, наверное, все равно к ним вернемся, потому что они еще нужны будут нам для других заданий. И здесь больше боевых заданий нет. Дальше смотрим. Ядовитые эссенции, всякие горящие эссенции и прочие другие эссенции, которые как раз нам нужны для улучшения вот этих вот колец и для улучшения... А, нет, перчатки другими шмотками улучшаются. Ну, короче. Это задание тоже надо попробовать сделать будет. Кажется, по 20 немного, но если у них шанс выпадения такой же, как и у вот этих вот фрагментов оружия... У вот этих вот... То это, в принципе, времени займет немало тоже, да. Надеюсь, там шансов все-таки чуть-чуть повыше. Но в целом это можно выполнить. По 20, кажется, не так много. А, да. Здесь сейчас я работаю вот как раз с элитными этими заданиями над амулетами гнева. С амулетами гнева вышла у меня фиаско. Потому что я сначала... У нас есть амулет гнева стихий. Да, мы давно его нафармили. Я не на запись пофармил дьяволов. Из них выпадают амулеты пыток. Хорошо, довольно, ну, относительно быстро я нафармил 40 амулетов пыток. Ну, думаю, дальше надо пойти фармить амулеты гнева. Думаю, тоже, может быть, за денек-другой, там, за полтора нафармлю эти 40 амулетов гнева. И что-то я немного перепутал данжи, в которых фармятся они. Они фармятся из вот этих вот элитных сундуков. Вот, амулеты гнева. А я чё-то пошёл фармить их в пиратском корабле, где падают амулеты пыток. Так, немножко перепутал я амулеты, и я сутки потратил на этот долбанный пиратский корабль, что, в принципе, мне нафиг не нужно. Поэтому у меня целая куча сундуков сейчас, да, мы сейчас их откроем, эти 2000 сундуков. А эти только я вот сейчас начал потихоньку собирать, те, которые нам действительно нужны. Да, это минус сутки жизни. Но зато, ну, как бы, да, есть в этом и хорошая сторона. Мы получим много драгоценных камней. Получим, может быть, не может быть, а ну, должны получить этот древний меч, чисто для коллекции, опять же. Тоже хорошо. Немного руды, может быть, тоже полезно будет. Да. Так, ладно, давайте смотреть, что там дальше еще интересного у нас из боевых именно заданий. Вот тут по 5000 это уже долго. Но зато мы точно получим все три предмета. Да, это на случай, если вдруг не повезло с дропом, потому что я вот 2000 рокенов этих убил. И, ну, в принципе, половину получил, да. Но, опять же, может и не повезти. И, может быть, за 5000 тех или иных тварей не получится собрать сотню вот этих вот фрагментов. Но зато тут 100% можно получить таким вот образом по ходу дела. По ходу дела можно все три предмета получить. Это хорошее задание. Да, но довольно долгое, потому что, ну, да, эти ребята такие толстые, не очень приятные. Ну, и да. Ну, это тоже вполне выполнимо, не знаю. Насчет волшебных палочек тоже можно сделать, кстати. И по ходу выполнения вот этого задания, наверное, вот этого. С проклятых дев выпадают простые, не простые, а элитные там палочки или какие-то, из которых как раз уже делаются вот эти волшебные палочки. У меня там десяток есть, но нам надо еще четыре десятка, в принципе. Это тоже вполне такое задание. Осязаемое. Афению, да, вне записи пока еще не занялся. Ей надо будет заняться еще четыре раза для задания ее убить. Это вот 100% нужно перед тем, как я приступлю к прокачке крафтовых навыков. Насчет погибели орудия страха. Мы, наверное, можем попробовать немножко попозже. Я подумаю, еще, может быть, немножко здоровья подкачают за пару дней там, да. Но мы, наверное, можем попробовать с ним разобраться. Ну, тут надо подумать. Вот. В этом дополнении, в дополнении Tron of the Herald, все, весь контент на 99 плюс уровни идут. Как бы... И все, наверное, боевые здесь локации, они как раз рассчитаны на прохождение после. После этого. В погибели орудия страха. Поэтому тут особо я не смотрю. Ну и количество здесь тоже, да. Начиная от 500 и там дальше. 10, кстати, данжей с Королевой Пауков. Но эти данжи у нас еще и далеко и близко вообще не открыты, да. Это у нас где-то вот здесь эти данжи открываются. После сгущающейся тьмы. Да. Так. Хорошо. Давайте посмотрим. Ну, тут, наверное, смотреть реально пока не на что. Все эти задания очень высокоуровневые. Да. Вот тут есть задания, которые можно выполнить. Слизень у меня, кстати... Тут всего их сотни убить надо. Это довольно просто и быстро. Но у меня локация с этими слизнями не открыта. Надо сначала в картографию пойти открыть локацию. И потом можно, в принципе, этих слизней тоже добить. Это не проблема. Тысячу ядовитых наростов. Это немного сложнее. Ну, тысяча... Ну, как бы... Тысяча не так много. Но проблема в том, что у них щиты, да. Это нужно с аманами их бить. И вот это вот уже... Это уже... Это морока, конечно. А кукловоды это из данжей. Кукловоды, ведьма, похитительница. Да, это по 100 данжей пройти. Что тоже, в принципе, немного. Это не 500, да, казалось бы. Но, опять же, из-за того, что там у всех щиты, прохождение этих данжей занимает, наверное, больше времени, чем прохождение данжей с богами, да. Которых нужно было бы 500 закрыть. Эти ребята тоже, по-моему, отдельными фармятся. Кстати, два амулета гнева стихи мы здесь получаем. Прикольно. Это тоже данжа. Тут 20 точек еще открыт. Но это тоже долговато в целом. Потому что к этим точкам еще добраться надо. Ну, короче. Боевых заданий в целом осталось не так много, которые можно выполнить, ну, до... до трона Херальда. Поэтому я позанимаюсь еще этим какое-то время. Давайте мы сундуки откроем. Я, в принципе, эту серию начал просто, чтобы сундуки вот эти открыть. Потому что все-таки 2000 сундуков. Это, ух, интересно. Давайте открываем. 1000 бриллиантов. Скромненько довольно. Ну, три древних меча. Они нам не нужны давным-давно уже. Но это на свое время довольно хороший меч. У него кража жизни есть. Стим фармить прям одно удовольствие на... Ну, на вот этом этапе. Когда мы этот данж чистим, да? И... В ближайшее время после него... Как альтернатива вот этой вот рапире. Рапира классная, да? Но этот меч еще и хилит. Ну и 7 амулетов пыток мы получили. Теперь у меня их в 50. Блин. Ладно. Давайте откроем вот эти элитные сундуки. Здесь у нас тоже драгоценные камни падают. И падают... Кстати, а что нам надо? Здесь наручи черные. Хорошо. Наручи... Надо будет попробовать не забыть оставить и не продавать. Здесь для коллекции нам какие-то из вот этих вот предметов еще надо были. Я уже не помню, какие именно. А все остальное, в принципе, нам не надо. Ну, руда, да? Слитки и драгоценные камни. Это всегда надо. Ладно. Открываем. Амулет гнева 1 получили. У них шанс выпадения чуть больше 1%. Чуть больше 1%. Опять наручи получили. Хорошо. Наручи надо залочить, чтобы я не забыл. Я уже их какое-то количество продал наверняка. Ну, тогда у нас выбора не было. Тогда у нас ограниченное количество слота в инвентаре было. Это сейчас... Халява. Халява. Да, у нас вот есть... Куча денег. Мы можем... А ну, кстати, еще жетончики мы можем использовать. Давайте 20 жетончиков используем. И купим на 100 миллионов еще 20 сундуков в банке. 20 слотиков в банке. И вот уже сотня запасных слотиков есть. Это хорошо. Это приятно. Так. Окей. По поводу фарма. Фармлю я данжи, мне кажется, лучше всего, ну, по возможности. Если это более-менее нормально получается по времени, то стариной роном фармить. Очень удобно. Потому что старина рон дает 100% шанс получить 2 сундука с данжа. Если, например, я вот фармил дьяволов, я думал, брать этот... Брать старину рона или нет. Я дьяволов фармил когтями. Не когтями, тут этими. Как они называются? Изгоями. Два изгоя две атаки наносят по 75 обычного урона каждый раз за удар. И у них атака меньше 2 секунд идет. С разными шмотками по типу вот этой вот, которая уменьшает на 0,1 секунду интервал между атаками. Ботинками, которые тоже на 0,1 секунду уменьшают интервал между атаками. Это два изгоя довольно хорошо шинкуют мелких противников, которые там, ну, ваншотаются в большинстве случаев изгоями. И скорость фарма получается намного больше. А так как там шанс выпадения амулетов не такой большой, в принципе, мне показалось, что лучше больше попыток, чтобы у нас было на выпадение именно этого амулета, чем просто чтобы редкие попытки, но всегда нам по два амулета приносили. Мне показалось, что два изгоя на мелких противниках лучше работают, чем старина рон. Потому что старина рон медленно бьет. Не всегда попадает. Ну, по мелким противникам, да, там шанс попасть довольно высокий. Но, опять же, бьет он иногда там на тысячу. И это печально. Вот. А два изгоя, они и одной атакой там некоторых противников ваншотают даже. За одну атаку идет две атаки. И это всего лишь там полторы секунды. Ну, не полторы секунды, а 1,8, да, получается, по-моему, секунд. Ну, короче. Два изгоя классные. Мне понравились. Но с двумя изгоями, да, надо использовать шапку на 10% к двойному луту. Эти расходники, да, на плюс 4% к двойному луту. Кольцо на плюс 5% к двойному луту. И больше у нас вроде ничего нет по предметам, чтобы давало дополнительный лут. Вот. И таким образом у нас получается там плюс там сколько-то процентов еще удвоить выпадение лута. Но в случае данжев, когда мы всегда получаем с босса один сундук, то старинарон это вот всегда хорошо. Мне кажется, это то, что надо. Намного лучше получается, чем с двумя изгоями по данжам, если смотреть. Ну, как мне показалось. Да, кстати, и я выполнил уже 85 заданий в городе с тем, что мы сдали только что. И теперь мы можем покупать второго уровня ящики в городе. По тем профессиям, которые у нас до 99 докачались. Это только пока что кулинария у меня, да. У нас есть ящик с древесиной, с рудой, с слитками, с травами, что в принципе совсем не надо. С зелиями, что в принципе хорошо весьма. И вроде бы все, да. Но для всего этого нужно 99 уровень в соответствующих профессиях. И это какое-то время еще займет. Поэтому да. Пока что давайте мы наберем ящиков с едой. 27 тысяч ящиков возьмем. Может быть, китов получим нужное количество нам. Давайте посмотрим, что у нас с китами. Ага, тут только киты получается из того, что нам надо. По заданиям. Тысяча китов нам пригодится. Этой рыбы нет, к сожалению. А другой у нас в принципе... А, есть еще... Ну да, тут тоже ничего такого нет у нас из ящиков. Ну ладно, давайте откроем. Тысяча китов было бы хорошо. О, две с половиной тысячи китов. Хорошо, это легко. Это легко получилось. Мы сдаем тогда еще одно задание. Буп, отлично. Еще девять заданий. И мы сможем объединить наши сеты для прокачки навыков. Еще девять заданий. Надо подумать. И наступило следующее утро. Давайте откроем все элитные сундуки, которые я насобирал за прошлые полдня где-то. И за ночь. Меньше суток прошло еще, да. За ночь у нас за восемь с половиной часов получилось собрать почти 750 сундуков. По опыту ничего мы не прокачали за эту ночь. Ну, там понятно, да. Там уже довольно много опыта нужно для следующих ловелапов. Итого у нас больше двух тысяч сундуков получилось собрать меньше, чем за сутки. Нас, конечно же, все драгоценные камни интересуют. Наручи из шкур черного дракона нас интересуют. И амулеты гнева, которые падают с шансом чуть больше одного процента. То есть мы где-то около 22, может быть, амулетов в среднем получим. Плюс, минус, сколько-то, как нам повезет. О, почти 4000 бриллиантов. Очень неплохо. 28 амулетов гнева мы получили. И 50 дни наруча. Ну, нам наруча и 1000 надо. Поэтому, да, эти 50 дней ни туда, ни сюда по большому счету. И мы собрали полный сет древний, наконец-то. А то у нас не хватало там для коллекции. Опять же, нам так-то не надо. Но для коллекции нам не хватало кое-каких предметов из этого древнего сета. Хорошо, хорошо. 28, итого у нас 29. Да, еще надо 11 собрать. То есть еще, ну, еще нам надо 1000 таких сундуков нафармить. Вот 2 еще мы получили. А ну-ка. Не выпало ли амулета? Ну, ладно, ладно. Давайте подождем, да, соберем. Я чувствую, что мы это задание скоро закончим. Полдня еще, да, где-то? Ну, может, меньше даже, чем полдня. Итак, прошел еще один денек. Нас тут поздравляют. Мы подняли уровень силы. Хорошо, на единичку. И за 13 часов 1200 практически сундуков мы собрали. Я думаю, что нам этого хватит с тем, что я еще вчера насобирал. Да? У нас 1500 сундуков. Я думаю, нам должно хватить, чтобы получить 11 амулетов гнева. Они с чуть больше 1% шансом выпадают. Сколько там? 55 у нас их, да? Мы получили 22 целых амулета гнева. То есть шанс тут получился в 2 раза больше, чем... Да, ну окей. Я жаловаться не буду. У нас теперь 50 амулетов и тех и других. Так, все. Отсюда можно уходить. С этим данжем мы закончили. И теперь мы снимаем этот амулет гнева и идем сдавать в город. У нас тут что, зима идет? Я зимой не ремонтирую. Не знаю, что я экономлю, но я не ремонтирую. Смысла нет зимой ремонтировать что-то. Но восстанавливаю население по возможности. Так, еще вчера, перед тем, как на ночь поставить фармить этот данж, я в атласе открыл локацию с вот этими слизнями. Можем награду здесь получить. Сотенку этих слизней и довольно быстро убить можно. Это не проблема. Еще одно задание мы выполнили. Дальше. Элитное задание мы вот это выполняем. Отлично. Теперь у нас... Ну, не только мы задание выполнили, да? На шаг ближе стали к 95 заданиям, которые нам надо сделать. Ну и теперь будет удобнее переодевать экипировку для разных сетов. Потому что амулеты вот эти, ну, часто нужны. Не нужно будет между ними там переключаться. Снимать я тут пока порядок наводил в инвентаре. Поснимал все барахло с наших персонажей. Вот. Ну, теперь можем добавить во все три сета, если нам понадобятся эти амулеты. Это очень удобно будет. Так. Этим я потом займусь. У нас еще есть задание. Давайте посмотрим, что там у нас. Да. Яблочных пирогов накрафтил. Тысячу очень легко пошли. Да, тем более, тут не надо, чтобы они там были хорошего качества, да, идеального. Просто тысячу пирогов легко прям за... Там, я не знаю. Ну, очень быстро, короче, сделал. Тем более, да, кулинарка у нас прокачана хорошо, там, без проблем. И, вроде бы, все, да. Пока что по заданиям все. Теперь, я думаю, может быть, мы попробуем 500 вот этих вот великих драконов зла. Давайте посмотрим, кто они такие. 500, кажется, тоже немного, да. Но надо посмотреть, что эти драконы из себя представляют. Это маги, то есть их нужно будет стрелковым оружием лучше бить. Или магией, конечно же. В принципе, я бы, конечно, магию покачал бы с удовольствием. Рейтинг уклонения, без разницы. Нам нужно будет только сапоги купить. Кольцо... Нам кольцо расточительства, в принципе, надо, слушайте, да. Щит отдачи, ух ты. Я даже не знаю, магией все-таки... Блин, на магию не хочется просто... Руны у меня заканчиваются, не хочется крафтить сейчас руны. Мне надолго не хватит того, что есть. А, в принципе, стрелковый сет... Ну, у нас не то, чтобы хороший очень, но... Мы, наверное, можем. Давайте сейчас еще по картографии перейдем... Вот сюда, по-моему, да, у нас тут... Рейтинг точности. Бонус силы в дальнем бою от снаряжения. Давайте перейдем сюда. Как раз вот эта локация... Грязная пещера, где... Что там за открытие у нас? Вы обнаруживаете слабо освещенную мрачную пещеру. Земля хлюпает у вас под ногами. Верный признак влажной почвы. Типичный для этого подземного лабиринта. В воздухе висит запах земли и чего-то еще интересного, но неопределенного. Кто знает, какие секреты вы здесь откроете. Это как раз, да, та локация, которая нужна была нам, чтобы вот этих слизней сотни убить для задания. И она у нас открыта еще не была. Так, хорошо. Давайте я сейчас попробую собрать сет для стрелка. Посмотрим, что у нас получится. Мы можем просто... Оружие стрелковое не очень сильное по сравнению с магией, да? И по сравнению с нашим оружием ближнего боя, не с этим, с вот этим. А, кстати. Да, еще тоже интересный момент. Ребята, мне напомнили, что у нас... В комментариях спасибо большое, да? Что у нас еще кольцо вот такое есть. Я его давно находил, но тогда у нас не было нормального двуручника, и я его продал. Очень неплохое кольцо, да, для двуручного оружия. Оно довольно сильно повышает урон. Я просто вот еще подумал. Может быть мы... Сможем сейчас просто хорошо одеться. И с этими драконами разобраться в нашем этом сете. Давайте сейчас ботинки купим. Сколько они стоят, кстати. Еще вариант, да. Интересно. Ну, 500 тысяч недорого. Там просто есть некоторые штуки, которые... Ну, он миллионы и всякие другие ресурсы есть. И, да, получается, каждая атака игрока расходует один такой предмет. У нас есть некоторые вот как вот факелы эти тоже. Весьма неприятные штуки, которые нужны для некоторых зон убийцы. То есть нужно будет просчитывать еще, сколько их нужно брать с собой. Там, например, если на ночь вставить фармить. Ну, ладно, покупаем ботинки. Я еще не покупал их. Ботинки... А-а-а. Знаете что? Ботинки мы могли не покупать. У нас же есть плащ. Который я еще тоже не купил. Мы докачали навык убийцы до 100. И мы теперь можем... Но нет. Плащ в данном случае плащ этот хуже. Плащ убийцы... Давайте сейчас посмотрим. Это я не на плащи смотрю. Вот сюда. Плащ убийцы. 5% к урону во время задания убийцы. Неплохо. Плюс 25% к фиксированному подавлению эффекта области убийцы. Неплохо. Позволяет игнорировать требования предметом области убийцы. Сотый уровень и ниже. То есть, да, нам в принципе этот плащ подходит. Он заменит те ботинки, которые нам надо, чтобы или были на персонажа, или в слотике пассивном. Но плащ мы не можем в пассивный слот положить. А у меня уже очень хороший плащ, который половину очков молитвы экономит. Уж очень он мне нравится. Поэтому, наверное, мы все-таки ботинки будем использовать. Так, это сюда. Это мы используем. Это я, наверное, продам. Это куда сюда идет? О, кстати, у меня нету закладки отдельно для всяких штук убийцы. Вот это все мы можем продавать. И теперь мы можем продать еще остальные амулеты. Они нам не нужны уже больше. С этим мы разобрались. По-моему, я могу уже и арбалетные плечи эти продать. Сейчас я перепроверю. Да, было сложное задание на один арбалет вот такой вот убийцы. Мы его сделали. Мы тоже можем продавать. Надо было сюда перекинуть. Вот эти штуки можем тоже продать. Они нам не нужны. Адские камни. И плащи мы на самом деле тоже можем продать. Вот эти. Вот эти так точно можем 3000 слить. Нам они не пригодятся. Вот эти еще оставим. Ими я пользуюсь. Их можно тоже еще улучшить неплохо. Надо посмотреть, где там эти штуки собираются. Нужные для улучшения. Ну, короче, вот это все можем, по идее, продавать. Тут нам вроде как ничего не надо. Конечно, если... Но я, наверное, не буду заморачиваться. То есть, если выходить на 100% прохождение игры, то нам нужно каждый из всех этих предметов улучшить по максимуму раз. Да, чтобы открыть улучшенные версии всех этих шмоток. Но... Это, наверное, тот еще гемор будет, которым я, наверное, не буду никогда заниматься. Поэтому я продаю. А если захочется, то, в принципе, эти предметы не так сложно раздобыть. Так, хорошо. Я немного отвлекся. Мы вот это снимаем. Мы добавляем ботинки в пассивный слот. Чтобы мы могли в локацию попасть. И давайте посмотрим, насколько нам там будет больно. К... Вот этому дракону. И сразу убегаем, если что. 12 тысяч урона? Ого! Нам тут больно будет, реально. Ладно. Если мы попробуем по максимуму в защиту. Блин. Ну, мы, наверное, попадать... Ну, кстати, мы этим мечом не мажем. Черт. Интересно, интересно. Интересно. Мы можем использовать не этот камень. Камень на здоровье, который... Я уже забыл, куда я переложил его в новом этом. Вот здесь у меня все камни лежат, да? Вот он, камень на здоровье. Так. Ну, давайте еще попробуем. Наверное, нам все равно не хватит тех процентов, которые мы получили. Я могу, конечно, зелень на 10 процентов еще выпить. Хм... Вот так. Если мы молитвы эти 6 и 9 получается. Ну, допустим. И зелье подрубим на 10 процентов. А ну-ка. А ну-ка. Все равно. Не хватает нам. Не хватает. Даже помог... Ну, можно еще плащ на 4 процента одеть. На 4? На 4. Ладно, давайте попробуем так. Все равно, наверное, не хватит. 5, 300. Да, не хватает немного. Больше. Ну, мы можем, конечно, щит еще одеться. На повышающий здоровье. У нас там будет чуть больше. Но все равно. Да. Полностью в танковом сете. Не получается этих бить. Ну, ладно. Тогда все-таки попробуем экипировать одежду под стрелка. Ну, в целом, довольно неплохо. Я только что видел атаку на 20 тысяч. Это от амулета прошел бонус. С 25 процентным шансом, да. Амулет срабатывает и довольно много урона получается наносить. Ну, да. Мне нравится. Мне нравится. Весьма неплохо. И очки убийцы потихоньку собираются. И как раз тут практически 500 этих драконов нужно убить. Я думаю, это мы легко и быстро сделаем. И еще одно задание таким образом закроем. Это 90 задание будет. Еще 5 заданий. И можно будет приступать к более серьезной прокачке всех вот этих вот навыков. Небоевых. Я еще, наверное, 200 вот этих драконов охоты великих убью. Просто чтобы... Ну, для задания. Нефрит я пока еще... Его копать, наверное, надо на более высоких уровнях. Ну, наверное. Я предполагаю. А вот... Ну, драконов мы убить можем. Нефрит пока... Пока не знаю, где брать. Толком. Вот. И... 30 мы уже убили. Да, это недолго будет. Что еще мы тут можем сделать? А, да. Задание с вот этими эссенциями. Которое позволит улучшить наши кольца. Вот эти все. Это мы можем сделать. И Афению еще тоже. Да, это я вне записи сделаю. Все никак не доберусь до нее. Это два задания. Еще три задания придумать. И дело в шляпе. Так, давайте посмотрим... С кого там падают. И что для этого нужно, чтобы туда попасть вообще. Вот эти... Эссенции. Угу. Карта пути. К неосвещенной пустоши. Враги останавливают 40% от текущего здоровья каждые два хода. Это у нас... Мастерские задания тоже считаются. Ага. Так. Карта пути к неосвещенной пустоши. Неосвещенной пустоши. Вот она. Ой-ой. Три миллиона надо. Черт, я все прогудел. Три миллиона. Елки-палки. Тут он по 10 миллионов надо. Ужас. Ну, может быть... Может быть... Было бы неплохим вариантом вот это задание тоже выполнить. На денек-другой зарядиться сюда. Сколько тут времени понадобится, да? Это мы смотрели все в ближнем бою. Можно легко... Легко фармить. И 5 миллионов получим сразу. Как вариант. Ну, да. Это задание будет выполнить проще и быстрее. Намного, мне кажется, чем элитное задание с вот этими. Да? По 5 тысяч. Хотя тоже хочется и его выполнить, чтобы вот эти предметы получить. Но тут реально долго придется сидеть. Блин, тут я понял, что у меня-то зелье вот это все время работает. И это плохо. Надо что-то думать теперь без зелья, чтобы... Чтобы мы не тратили их все-таки лишний раз. Черт. Ботинки. 8. А, ну, нам этого хватит, наверное. 4 900. Чуть-чуть не хватает. Давайте на здоровье этот камень возьмем. И нам этого должно будет хватить. Вот так. 4 900 все равно. О, 960 у нас выхилл идет. Отлично. Этого нам хватает. Зелье на снижение урона. Их, ну, как бы много, да? У них еще по 30 зарядов. То есть этого надолго довольно хватит. Но лишний раз их расходовать не хочется, потому что они не очень приятно крафтятся. То есть, врага, которые нужны для их крафта фармить нужно. И они не быстро фармятся, конечно. Хотя, кстати, с этим топором... Ну, который у нас... Ну, который у нас... А, нет, я его снимал. Так вот, с вот этим топором, да? Со стариной роном. Может быть, рога не так уже долго фармить придется. Теперь-то. Надо будет подумать, попробовать. Мы еще можем выполнить, наверное, задание. Давайте сейчас еще глянем. По травничеству на божественное зелье. Тут большие кости используются. Если мы потратим... Много мы тут не потратим, конечно. Черт. Нам четвертого уровня вот эти божественные зелья надо. А это... 90 уровень мастерства. Хватит нам 24 тысяч, чтобы 90 уровень мастерства взять? Интересно. Ну, в принципе, как вариант. Нам всего лишь 100 зелий. Четвертого уровня нужно для задания. Это, ну, мне кажется, относительно просто будет сделать. А, тут еще надо 100 костей оставить, да? Золотое жерелье с рубином и серебряное жерелье с рубином. Давайте посмотрим по ремеслу. Где они у нас открываются? За серебряное с сапфиром. С рубином. А, ну, слушайте, это тоже легко будет сделать. 25 уровень всего лишь надо. Сколько их там штук нужно? По соточке всего лишь. Да, это легко. Даже еще проще, чем вот это будет сделать. У нас, тем более, сейчас после всех этих данжей, да, довольно много драгоценных камней всяких собралось. Здесь мы легко можем покрафтить. Давайте попробуем. Оставим этих драконов ненадолго. Сет у нас этот готов, собранный, да? Мы сейчас просто переключимся на крафтовые. Перчатки, напильник. У нас еще каска есть. Нет, каска у нас есть. Подожди, ботинки. Да, ботинки нам надо купить для этого дела. Ботинки. Так. И они... Чтоб у нас шмотки вот здесь, да? Все эти лежат. Выставляем здесь крафт и цепляем боты. Так. Сет у нас есть. 8% к мастерству. Еще 3% к мастерству. Минус 0,1 секунда к интервалу ремесла. Отлично. Перчатки. Здесь шанс получить золото в размере 30% от базовой стоимости продажи предмета, созданного с помощью ремесел. И 3% к опыту мастерства, навыка ремесел. Тоже перчатки какие-то интересные очень. И мы еще можем... У нас что-то на ремесло было по расходуемым предметам, я помню. Вот. 3% еще. Хорошо. Ну тут прокачка довольно быстро идет. И мы уже добрались до 25 уровня. Давайте сейчас посмотрим. Это то, что нам надо? Это то, что нам надо. По соточке вот этих амулетов легко мы сейчас сделаем. Очень быстро. О, что-то мы намного быстрее выполнили это задание. Давайте сдаем. Карпы я смотрел это 60. Там какой-то 6 по-моему уровень. Поэтому это мы не скоро еще сможем сделать. Ну как бы недолго до 60 докачаться. Но пока не будем на это отвлекаться. Так, эти кольца тоже более высокоуровневые. Морских коньков мы можем уже вылавливать сейчас. В принципе, можно их, конечно, 5000 наловить. За это время и прокачаем там что-нибудь. И, может быть, сможем перейти на вот эту рыбу. И потом еще... Ну, по-моему, магическая рыба, она уже прям... То ли 99 уровень надо рыбалки. То ли еще даже выше, может быть. Давайте посмотрим сейчас. Не то, как обычно. А, 80. Скромненько. 45 и 80. И по дороге карпов еще тоже там половим. Ну, карпов там чуть-чуть надо. Да, этих 5000... Даже не знаю. Стоит ли оно того или не стоит. Но, в любом случае, нам есть что делать. Давайте мы вернемся к драконам нашим. Тут мы выполнили, да. Уже 90 заданий есть. Прошло еще немного больше суток. И я завершил, наконец-то, задание... Вот это вот большое задание. На 4 вида разных противников. По 2500 их нужно было убить. Больше 3 миллионов очков убийцы. За эти задания я выполнял. Старался. Не всегда получалось. Иногда на ночь оставлял. Там задание заканчивалось. Да, и какое-то время без задания мы убивали кое-каких противников. Но, когда была возможность, то заходил и обновлял задание, чтобы больше монет у нас шло. Вот. И теперь можем завершить это задание. Можем завершить вот это задание уже тоже. И зеленых драконов. Великих драконов охоты тоже я пофармил уже. Нужное количество. И теперь Афения. Тоже можем завершить это задание. 13 миллионов очков убийцы у нас теперь есть. Хорошо. Мы еще можем завершить вот это задание, я думаю. Нужно доделать палочки. Давайте мы сейчас уйдем отсюда. Палочек я нафармил. Как раз вот этих вот дам. Эти палочки и выпадают магически. Нужные нам для того, чтобы сделать более хорошие варианты. И делаем сейчас. Так, надо переодеться на всякий случай. Вот так. И корону оденем здесь. Корону. Ботинки купим. Ботинки для изготовления рун. Так. Ботинки сюда пошли. А у нас три жетончика еще есть. Так. Ботинки изготовления рун. И пока они сюда идут. Так. И штаны. Поехали. У нас 55% шанс сэкономить ресурсы. Я, наверное, сделаю так, чтобы 11 было, да? Одна мне нужна, наверное, вот такая будет палочка воздуха. Одна палочка огня мне нужна будет. А у меня, по-моему, палочка огня экипирована сейчас. Ну, у нас, да, этих хватает, поэтому неважно. Сделаем запасом с небольшим. Так. Ну, и всех остальных тоже сделаем по 11. 10 мы сдаем. И одна, чтобы нам у нас оставалось для заклинаний. Потому что посохи, это, конечно, хорошо. Но палочка удобнее, потому что мы можем с ней щит использовать. Так. И вот это нам нужно. И немного опыта еще тоже в изготовлении рун. Мы с этого получили. Так. Хорошо. И... Отлично. По полмиллиона рун получим. Это неплохо. Так. Что там пишут? Еще одно задание нужно сделать. Одно. И все. И план мы выполнили. Какое же задание будет проще всего сделать? Я думаю, мы, наверное... По травничеству задание сделаем. Вот это. На 100 божественных зелий. Наверное, да. Травничество. Божественные зелия. Третьего уровня они у нас сейчас. Поехали крафтить. Тем временем пока оденемся. Вот. Надо посмотреть, что там у нас. Опыт. Лимит экономии ресурсов. Давайте, наверное, опыт в первую очередь. Экономить. Не, ну вообще можно и поэкономить здесь. Да. Кости. Кости эти мы так... Ну, не то, чтобы совсем непросто мы их получаем. Но и не слишком легко, я бы сказал. Так. И в магазин идем. Покупаем для травничества ботинки теперь. Так. Их надо тоже назначить. Для травничества. Зелье стихий. О, четвертого уровня. Класс. Я еще третьими пользовался. Так. Зелье, зелье, зелье. Ботинки пока эти сюда идут. Ну, вот такой вот набор у нас получается здесь. Ну и, в принципе, с боевкой я, наверное, пока что закончил. Мы теперь можем заняться прокачкой как раз крафтовых навыков. Когда мы вот это задание выполним, то можно будет сделать... Можно будет сделать себе набор, объединенный из всех вот этих вот костюмов в один. Под все профессии. С теми же бонусами, по-моему, да? 8% опыта дополнительного... Да, именно опыта и 8% мастерства в общей сложности будет давать сет. Так. Хорошо. Давайте посмотрим... Как у нас тут дела? Где у нас это зелье? Ну, вот оно, да? Нам надо как можно быстрее прокачать мастерство до 90-го уровня. Ну и потом сделаем сотню таких зелий. Ну или улучшим те, которые мы уже накрафтим. Дай сотню штук, да и сдадим заданием. Но теперь мы можем посмотреть, переосмыслить нашу полосу препятствий под прокачку небоевых навыков. Давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Нас интересует в первую очередь именно опыт. Опыт. Сколько у меня... Ловкость у меня уже 99, поэтому опыт в ловкости пока что... Хотя, блин, ловкость до стада качать надо. Там еще одно препятствие откроется. С дополнительными бонусами. Да. Колона. Если мы на колонну посмотрим... Два процента мастерства. Вот это, наверное, да. Мы скрафтим. Потратим кучу бабла сейчас. Да. На новую колонну. Или... Это фиаско. Надо было одеть плащ, как минимум. На 20%. Было бы дешевле. Да. Ну ладно. Так. Короче, пока что оставляем опыт для ловкости. Для ловкости. Для ловкости. Согласен. Изготовление рун нам нужно будет. Но посмотрим, какие есть еще варианты. Травничество как раз. Два процента. В принципе, вариант неплохой. Наверное, возьму. Травничество у нас 94. Ну, все равно его до 99 уровня поднимать. Ладно. Так. Вот это нам точно не надо. Это препятствие. Нужно взять другое. Вдвое больше предметов. Так. Это мы не берем. Это мне уже не нравится. Это тоже нам не интересно. Ловкость. Интервал ловкости. Да. Мы берем. Пока что вот это препятствие. Ну, или вот этот вариант тоже неплохо. А, здесь минус. А, ну да. Мы все равно пока не сможем его сделать. Да. Берем, берем, короче, вот это препятствие. Оно у нас максимального уровня. Да. Поэтому штрафы здесь... Минимальный, да. Меньше, меньше мы не сделаем. Здесь, наверное, тоже мы возьмем вот это. Потому что я хочу, наверное, сегодня, может, на ночь поставлю. Или, может, до наступления ночи еще успею докачать до 99, не знаю. Но хотел... Не до 99, а до 100. Если нет, то, наверное, на ночь просто оставлю. И еще одно будет препятствие, которое тоже даст нам какие-то бонусы наверняка полезные. Поэтому пока, наверное, ловкость здесь берем. Тут мы можем снижение урона себе взять без проблем уже какое-нибудь. Чтобы не терять лишний опыт. Так. Здесь. Опять же, урон нам не надо. Нам надо что-то более полезное. Это мне не нравится. Но мы все равно его не сможем взять. Это то же самое, только наоборот. Ну, блин. Черт. Вот эта штука хорошая для призыва. Но... С травничеством не вяжется. Но надо будет не забыть потом поставить, когда да. Когда... Хотя призыв качать именно нам не надо. Я, может быть, им и заниматься не буду. Ладно. Тогда это у нас останется. Тут я ничего интересного не вижу пока. А здесь посмотрим, давайте. Общий опыт мастерства. Что неплохо, в принципе. 10% к шансу сэкономить ресурсы при использовании навыков. Что тоже, наверное, неплохо. Для крафта. Урон. Так, это неинтересно. Это у нас для археологии. Ну, тут, наверное, самый интересный вариант. Это вот этот вот. На экономию ресурсов. Или 3% опытом мастерства. Наверное, мастерство я возьму все же. Да, давайте. Так. Здесь. Астрология. Не можем взять, к сожалению. Урон. О, тут и взять-то нечего. Кроме астрологии. Но и то мы не можем взять. Печально. Печально. Ладно. Астрология у нас 99. Поэтому сейчас мы тоже ей заниматься не будем. Поэтому неважно. В принципе, тогда. Ну, короче, да. Тут нам сотый уровень нужен. Чтобы мы могли... ...еще одно препятствие построить. Ну и дальше, да. Просто ждем. Можно было бы, конечно, чуть быстрее, может быть, мастерство получить... ...что-нибудь покрафтить. Такое, то, что у нас прокачано уже, да. По типу бриллиантового зелья удачи, например. Как вариант. Но... И потом просто за... Ну, как вариант, вообще. У меня довольно много бриллиантов. И здесь 99 я бы тоже с удовольствием получил бы. Эти зелья нам еще тоже понадобятся. Да, наверное, я, короче, тогда сейчас... И в любом случае нам нужно качать травничество. А тут мы опыта больше получаем. Да. То есть... Это зелья до 99 само по себе прокачается. А потом все мастерство я вложу в божественное зелье. И мы сможем, собственно, выполнить задание. Наверное, это лучший вариант будет. И здесь мы с короной сидим. Обязательно с короной сидим. И тратим... Тратим, тратим... Вот эти наши расходники от короны, которые идут... О! А, у нас же точно зелья травника у нас активно. И мы можем просто 100 зельей получить, пока крафтим... До третьего уровня можем получить 100 зельей четвертого уровня. В принципе, интересно. Я забыл уже об этом даже. Но... Но-но-но. Но все равно, да. Нам сейчас уже спешить некуда. Да. Мы уже просто занялись прокачкой. 11 дополнительного опыта идет у нас от всяких модификаторов. Что приятно. И штраф на 6 процентов, да, мы уже не получаем. От ловкости. Короче, крафтим зелья. Потом прокачаем просто божественное зелье. Именно за мастерство до 90 уровня. Скрафтим соточку и сдадим задание. Окей. Тут все, в принципе, хорошо. Ну и дальше... Дальше потихонечку все навыки будем до 99 тянуть. Тут... Ну, не так уж долго. Не так уж долго. По несколько дней на некоторые навыки уйдет, конечно же. Может быть, чуть побольше, чем по несколько дней. Но посмотрим. И наступил следующий день. Я докачал ловкость до сотого уровня. Думал, конечно, да, будет интересное препятствие новое. И я был немного огорчен. На сотом уровне, во-первых, уже нужны уровни других профессий. Соты. И нужны материалы, которые открываются в других профессиях после сотого уровня. Это во-первых. А во-вторых, сами бонусы со штрафами. Мне ничего из этого не понравилось. Короче, зря я только ночь потратил, походу, здесь. Потому что, ну, строить ничего мы не будем в ближайшее время. Но вчера вечером я зато докачал... Не докачал, а докрафтил зелье, которое нам надо было докрафтить. Давайте мы сейчас тут отремонтируемся. Полечимся. И у нас можно завершить задание с вот этими сотнями зелий. И 95 заданий у нас наконец-то выполнено. Следующий этап это уже финальный этап. И нужно 110 заданий города. Ну и нужны профессии на максимальном 120 уровне. Что были для открытия вот этих вот, для покупки вот этих вот ящиков. Поэтому это нам пока не светит. В ближайшем будущем еще довольно долго. Так что, в принципе, с заданиями города можно дальше уже особо сильно не заморачиваться какое-то время. Потому что, да, ну, до этого... До этих ящиков мы доберемся еще очень-очень нескоро. И нам, в принципе, больше от города ничего не надо. Ну, кроме ресурсов, да, и кроме покупки вторых ящиков там и каких-то расходников. Вот. Но, да, мы теперь можем, выполнив 95 заданий, мы теперь можем купить вот эти жетоны для улучшения одежды. На них 95 как раз и нужно было задания выполнить. Мы покупаем четыре штуки. Покупаем ботинки. Я, наверное, сейчас куплю... Я уже не помню, что там у меня есть, чего нет. Для ловкости ботинки. Мы можем, наверное, просто потихонечку смотреть. Так, ботинки рыбалки, шахтера, кузнеца и стрелотдела. А, и на ловкость тоже они на мне... Да, так, снимаем. Снимаем. Я думаю, что-то странное. Ловкость у меня... Я покупал как раз. Так, я что-то запомнил из того, что нам надо? Ничего не запомнил. Рыбалка, шахтер, кузнец, стрелотдел. Покупаем. Рыбалка, шахтер... Купил? Вроде купил. Так, кузнец, стрелотдел. Это все... Да, в принципе, нам не надо никуда перекладывать. Короче, улучшаем. Боб, у нас теперь есть крутецкие ботинки. Сапоги профессионала. Так, поехали дальше. Мы их сюда перекладываем. Поехали дальше. По шапкам. О, у нас все есть. Хорошо, шапки я все купил. Нагрудники. Ой, нагрудники я все купил. Хорошо. Так, штаны. Штаны шахтера, штаны кузнеца и штаны зелья вара. Я... А, странно. Я вчера без штанов зелья варил, оказывается. Печально. Шахтера. Кузнеца. И зелья вара. Правильно? Правильно. Отлично. У нас теперь есть, наконец-то, один единый сет на все навыки, который дает 8% опыта и 8% мастерства для всех небоевых навыков. Мы здесь... Как мы здесь делаем? Это у нас тоже небоевые навыки идут, так что тоже будет прокачка. Лучше идти. Нам не надо для города. Нам не надо... Для магии. Потому что на нее не работает. По идее. По идее. Кстати, может и работает. О, давайте проверим. 103 опыта. А, это я только ботинки выбрал. Надо теперь все остальное добавить по всем навыкам. Так, давайте проверим. С этим сетом. 12. Мастерства здесь нет, но... Бонус к опыту все-таки идет. Так что, да, на альтернативную магию можно и оставить, пока мы ее не докачали, да. Если... Если вдруг нужно будет, конечно. Может быть, потом тут с рунами что-то захочется сделать, я даже не знаю. Ну, короче, тут в любом случае мы дело сделали. Теперь... 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 Наверное, начнем с разведения костра. О-о-о-о... Это фиас... А, нет, у меня, наверное, просто эти шмотки валяются где-то, да? Тихо-тихо. Нет, они... Нет у меня их лишних. Я думал, может быть, потому что я там два раза купил, поэтому они у меня где-то лежат в банке и отображаются, но нет их в банке. То есть, мне придется купить все эти шмотки снова. Выстроить, ну, убрать их, да, чтобы они не попадали в эти все профессии, во все эти профессии, все шмотки, которые у меня были настроены. Блин, почему тут отображаются шмотки, которых у нас нет? Это фиаско. Это фиаско. Там, да, горит. Нам не надо теперь его... Да. Автоматически разжигает костры и не расходует на это бревна. И у нас уже вот-вот 35 уровень. Можно будет посмотреть, что там. У нас, по-моему, таких бревен нет. У нас есть некоторые другие, на которых мы можем, в принципе, прокачивать этот навык. Но, кстати, нам тут мастерство еще надо, да, если я не ошибаюсь. Так. Золото. На 95,5% здесь у нас идет. 0,25% к общему опыту мастерства здесь идет. Ну, ладно. Тиковые бревна у нас есть. Хорошо. Поехали. Тут больше опыта все-таки идет. Ну, окей. Буду потихонечку качать все навыки. Потихонечку до 99 оставшиеся. И... Да, чтобы можно было купить плащ мастера. Это как раз сейчас, мне кажется, самый... Самый полезный вариант будет из того, что мы можем сделать. Ресурсов у нас в целом. Хватает всяких разных для прокачки. Вот. И... Ну, я думаю, это... Не так много времени все займет. До 99 прокачать все вот эти оставшиеся нам навыки. Но на этом пока что мы серию будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok